Официальный сайт проекта 3w.vsgg.com Здравствуйте! В эфире недельный обзор новостей от проекта WES. Сегодня в выпуске. Новый дом для XMIM и SK выступают с заменой на глобальном финале. Мировой грант команды SK Gaming вынуждена выступать на глобальном финале Extreme Masters с заменой. У одного из игроков команды серьезные проблемы со здоровьем. Джимми Алем вынужден оставить команду на неопределенный срок. Несмотря на это, честь команды будет отстаивать Денис Эдман, выступающий за шведский состав Rage. Как сообщают все киберспортивные порталы, что смертельность группы для SK может стать очередным провалом. Ранее мы помним неуверенную игру команды на европейских финалах в Киеве. Посмотрим, что будет на глобальном. MIM нашли себе новый дом в лице Moscow 5. После подтвержденной информации касательно того, что организация MIM распускает свое КС-подразделение, российская пятерка не стала долго отчаиваться. И уже на просторах интернета красуется новый клан тег XMIMER'ов. Moscow 5. Думаю, что ребята выбрали то, что им действительно требуется. И в скором времени мы увидим ребят в деле уже под новым крылом. Что касается организации MIM, то здесь также нет определенности в их действиях. По слухам, была попытка подписать корейский состав Project KR. Но, увы, организации не нашли общего знаменателя и MIM остаются без ничего. Посмотрим, что будет дальше, так как такая организация явно не останется без пятерки, которая будет выступать и защищать цвета MIM'ов. На проекте WES вышел в свет второй выпуск про КС-бай Джонта, в котором Иван Шевцов рассказал о тонкостях игры за атаку на карте Детускан. Запись видео вы можете посмотреть на официальном сайте проекта www.wsgg.com. Третий выпуск будет посвящен защите на карте Детускан. Дата очередного эфира будет известна в ближайшее время. Не пропустите очередные советы от одного из лучших стратегов на постсоветском пространстве. Украинские квалификации на ASUS Cup прошли в эти выходные. Из фаворитов стоит выделить состав Arena, DTS, KERCHNET и SELECTO во главе с Ламачем. Что касается призовых мест, то призеры расположились следующим образом. Первое место занимает команда Arena, 500 долларов плюс квота на международный финал. Второе место SELECTO, 3 место Double Damage, 200 долларов и квота на международный финал. Ну и четвертое и пятое места это KERCHNET и DTS. KERCHNET и KAP провел еще три квалификации на финальную стадию чемпионата, призовой фонд которой составляет 1000 долларов. После очередных турниров картина в лидерах практически не изменилась. В Украине три лидера. Это ГДЖП, Пойзон Атак и состав под названием НЕШУТЯ. В России тройка лидеров выглядит следующим образом. Саратовские Волки, Фраг и Кокаин Ковбойс. Поспешите зарегистрироваться на оставшиеся квалификации и получите денежный приз, обыграв главных фаворитов турнира. Всю подробную информацию вы можете получить на официальном сайте соревнований www.bskg.com. На этом все. Всем удачной недели. Субтитры подогнал «Симон»